Сегодня мы будем устанавливать нити, будут использованы в данной ситуации армирующие нити для улучшения структуры кожи, для ее подтяжки, для профилактики опущения тканей. Нитевые методики, они сейчас занимают очень важное положение в косметологии. Почему? Потому что во многом они являются и профилактикой, и лечением. То есть устанавливая нити, доктор понимает, что его пациент длительный период времени может не обращаться в дальнейшем к пластическому хирургу, опять же, если начать вот эти методики рано. Потому что сила уплотнения тканей при нитевой имплантации, она вот чрезвычайно сильная, мощная. Вот там об этом говорится, в общем-то, на всех конференциях, которые проводятся и в Санкт-Петербурге, и в других городах, и в странах. И, в общем-то, нитевые методики сейчас занимают одной из лидирующих, так скажем, ролей в эстетической медицине. Но что касается, кто использует нити, да, вот кто, в какие возрастные категории, вы знаете, используют нити, начиная с 25 лет примерно, может быть, кто-то раньше. Вот. В основном это идет профилактика опущения тканей, да, то есть показания к процедуре. Потом уже, когда появляются первые признаки птозы, и пациент обращается впервые, это 30-35 лет, также используется на улучшение структуры ткани, на подтяжку, на лифтинг. И уже впоследствии, ну, так скажем, относительный возраст, там, 40-45 лет, потому что сейчас наши пациенты выглядят прекрасно, опять же, в этот период, да, то есть возраст вообще вот поменял свою значимость, уже используются ниточки в большем количестве на лифтинг и на удержание, на армирование, на улучшение качества тканей. Вот. Но, опять же, вы знаете, вот это все относительно, потому что, конечно, здесь очень важны показания, то есть назначение нитевых методик, какие они будут, рассасывающиеся, нерассасывающиеся нити, лифтинговые нити, которые обеспечивают подтяжку и удержание ткани в нужном положении, формообразующие нити, когда мы формируем, например, скуловую область или поднимаем уголок рта. Все это очень индивидуально и, конечно, определяется по показаниям непосредственно уже на консультации самим доктором. Что касается, и, естественно, учитывая все потребности пациента, с которым он приходит. Вот. Я вкратце просто здесь немножечко упомянула о том, что возрастные критерии сейчас, они немножечко так размыты. Вы знаете, вот недавно обсуждали это как раз в Милане, где я была на конференции, вот, и доктор, профессор Миланского института красоты, он рассказывал про свое видение, про своих пациентов. И вот он рассказывал про 95-летнюю девушку, которая познакомилась с бойфрендом и пришла к нему делась губы. То есть он, да, итальянская, итальянская знаменая женщина. И вот он говорил как раз о том, что сейчас возраст не имеет такого значения, человек в любой период жизни, он может себе позволить жить так, как он хочет. Но наша внешность во многом помогает. Это и уверенность в себе, это и открывается совершенно другой мир, другие возможности. Это большая возможность самореализации, самопрезентации и так далее. Вот, и сегодня как раз мы показываем вот эти базовые методики. Первая процедура у нас идет нитевое армирование для улучшения структуры, качества кожи, для подтяжки уже опосредованно, которая начинается в основном через 3-4 месяца, когда нити начинают работать и вокруг ниточек образуется коллаген. Армирующие нити, они уходят из ткани, рассасываются, через полтора-два года их уже нет. Но уплоднение собственных тканей обеспечивает их удержание. Вот, но первый эффект, конечно, тоже есть. Он визуально заметен, когда пациент встает и видит уже первый, так скажем, этап позитивного результата, улучшения своей внешности, эстетического улучшения, когда идет уже непосредственно удержание в ткани в заданном положении армирующими нитями. Итак, небольшие вкольчики. Сейчас мы делаем подкожно. А что за препарат вы используете? Лидокаин. Лидокаин – это хороший очень препарат, который обеспечивает безболезненность установки нитей, любых нитей абсолютно. Он необходим не только в качестве препарата, который обезболивает и вызывает комфортное состояние пациента уже непосредственно в момент проведения процедуры. Этот препарат, он также инфильтрирует ткани, и в результате инфильтрации ниточки более легко и ровно становятся в подкожно-жировом слое, собственно говоря, куда мы их и устанавливаем. Как дела, Николай Николаевич? Все хорошо? У нас участник вопрос есть. Убирают нити малярные мешки? Малярные мешки можно, вы знаете, здесь убирают, это значит минус ткань, да, то есть мы убрали их, мы, грубо говоря, вырезали. Нет, нити не убирают. Визуализацию имеется в виду, скорее всего, визуальное проявление малярных мешков. Можно сгладить, и при том есть работы очень интересные, если она не у нас представлена и в инстаграме, когда яркие малярные мешки становятся совершенно незаметны у пациента. Есть очень интересные работы, там прослеживаются результаты на протяжении двухлетнего периода, когда проводилась коррекция. Ну, что касается удержания тканей и фиксации, то, конечно, здесь очень-очень хороший результат, и пациенты остаются чрезвычайно довольными. Давайте немножечко поговорим о мужской коррекции лица. Но, опять же, все начинается с момента консультации, когда пациент приходит к доктору, и доктор спрашивает, что бы вы хотели, как вы себя видите, что вы хотите. Как правило, пациент видит детали, то есть он видит ярко выраженные носогубные складки, видит губоподбородочные складки, или может, например, видеть какие-то локальные морщины, например, морщины в области век. Но не видит самого основного, это образного восприятия своей внешности, именно того, что и создает главный глобальный акцент для восприятия человека социумом, окружающими людьми. Ну, вот, например, есть некие стереотипы. Вот спрашивали по поводу подбородка, да? Да, подбородка. Да, то есть что такое гендерное отличие? Мужские лица обычно, они гораздо более широкие, шире, чем женские, выраженный горизонтальный вектор присутствует. В отличие от женских лиц, где более выражена вертикаль, вертикальный вектор. Вот если, например, сравнивать лица, то есть, ну, вот Сильвестр Сталлоне, такое широкое лицо, да, вот, да, узнаваемое. Большой подбородок, вот, который характеризует признак муженности, брутальности. Но также он создает некую агрессию на лице, восприятие, да, то есть, да, роки, конечно, да. То есть есть, опять же, стереотипное восприятие. И, опять же, когда мы создаем мужской образ, в том числе, как и женский, мы должны учитывать то, насколько мы вообще хотим увеличить тот же подбородок, насколько мужчине будет комфортно его носить в ближайшей перспективе, да. Может быть, это коррекция каких-то достаточно будет нюансов, каких-то складочек, может быть, приведение к нужным пропорциям. Но если мы создадим агрессивный достаточно образ, да, мужской, и это не будет устраивать пациента, потому что он будет видеть себя больше в классическом каком-то типаже, да, вот где соблюдены пропорции, соблюдена симметрия, там, и так далее, ему будет, соответственно, некомфортно. Поэтому здесь нужно, конечно, это учитывать. В то же время есть, очень часто мужчины просят скорректировать скулы. Скулы мужские также, они широкие, они объемные, они выделяются на лице, но стоит ли их всегда корректировать, да, вот их увеличивать достаточно сильно, то есть делать гиперкоррекцию, тоже большой вопрос. Что хочет пациент сказать своей внешностью? Да, если он хочет усилить брутальность во много крат, вероятно, это стоит сделать. Но если он хочет, наоборот, смягчить восприятие окружающих своей внешности, и, соответственно, придать через черты лица более мягкость, большую мягкость своему характеру, то, соответственно, нужно закруглять формы на лице. Даже не то, что закруглять, но делать их менее геометричными. Опять же, если мы говорим про имиджевое моделирование, разработана система типажей, которые, или готового образного решения, через которую очень легко работать. Есть всего пять образов, пять стилевых типажей. Это в женском драма, широкие лица, романтика, закругленные, женственные. Натуральный, классический стоит между ними, и отдельно выделяется типаж гамин. Что такое типаж гамин в женском образе? Это и нежность, с одной стороны, и мужские черты лица. Мужской лоб горизонтальный, подбородок квадратный, но он небольшой, он маленький, больше он даже не к квадрату, а треугольник в квадрате, если вы понимаете геометрическое решение, о котором я хочу сказать. Скулы, они достаточно невыраженные и закруглены в центральной части. Характерный признак гамина – это приподнятый носик, то есть такое озорство характера, озорство, лукавство, позитив. Это мульчаковость некая. И вот мы когда-то уже разговаривали с нашим пациентом, мы определили, что его мужской типаж тоже стремится к гамину. То есть некое озорство, некое лукавство, позитив. Очень такой яркий образ. И, кстати, у вас, Тина, тоже гамин. Да, я не знаю, вы мне говорили. Но вы себе сами определили? Я только вам поверила. Понятно. Хотя я когда читала ваше объяснение, я напоминаю, что у нас, в принципе, Диана Валентиновна можно найти на нашем сайте. Диана Валентиновна разработала такой экспресс-тест, который можно пройти, ответив на вопросы касаемо своих преференций в одежде, в украшениях, и получить информацию о том, какой у вас типаж. Так что на сайте у нас есть этот тест, можете пройти. Я проверю, прошла, кстати. Да, как вы сказали, как и есть. Так что проверьте. Может быть, вполне возможно, что-то будет очень удивлен. Да. Результатами теста. Николай Николаевич, а вы проходили у нас тест на сайте? Или еще нет? Или просто вот смотрели как? Еще нет? Там тест. Да. А-а-а, понятно. Ну, вот Тина, мне кажется, на самом деле, да, нужно переделать под мужской, потому что мужская коррекция, она, конечно, очень, да. Кстати, хотела напомнить нашим пациентам, если не ошибаюсь, Диана Лисовна, буквально. На самом деле, я что хотела сказать. По поводу тестов, там вот этот тест могут легко проходить и мужчины, на самом деле, потому что типажи женские и мужские, они совершенно одинаковые. Просто, может быть, как раз в ближайшей перспективе и будут публикации, которые посвящены имиджевому моделированию уже мужских образов. И там будет об этом сказано абсолютно. То есть все, там единственное, конечно, в тесте есть у нас некая отсылка к стилистике, да, вот уже непосредственно, да, вот по украшениям там и так далее. Но по форме лица это, собственно говоря, очень похожее. Вот, ну, одно и то же. Вот, так что, ну, все равно нужно будет, конечно, делать, потому что это, да, вот запрос наших пациентов. Я еще, знаете, я хотела уточнить, у нас же недавно был проект с Эпсеном. Да. И как раз-таки в рамках данного проекта вы корректировали внешность у молодого человека и как раз сделали скулы. И вот поправьте меня, но насколько я помню, что как раз-таки там была задача сделать более мягкие, более как бы смягчить мужское лицо или вытушеваясь. Но мне кажется, как раз-таки смягчали вы его. Да, действительно, очень интересный на самом деле проект. Можно будет его посмотреть у нас на... На ютюбе есть видео как раз. На ютюбе, да, посмотреть видео. Приступаем. Николай Николаевич, готовы? Да. Да, да. Вот. И мужская коррекция там действительно учитывала смягчение образа. Потому что сейчас, опять же, время такое, что человек может совершенно выразить себя по-разному. И здесь зависит от непосредственно его желания, от перспективы того, опять же, как он хочет, чтобы окружающие воспринимали непосредственно его образ. Тот молодой человек, о котором вы говорите, Тина, вот, там не хватало яркости образу. Плюс, там достаточно не были соблюдены пропорции в лице. У него было непропорционально лицо в том плане, что слишком увеличена верхняя губа. Вот. Мы немножечко скорректировали этот момент. И, соответственно, сделали геометрию лица более яркой. То есть мы подчеркнули все углы абсолютно, которые у него есть. Мы подчеркнули скулы. Вот. Но скулы при этом мы не увеличивали. Мы делали более острыми. За счет дел создавали форму подбородка. Подбородок тоже мы не увеличивали. Мы создали ту самую геометрию, которая подбородка, которая позволила приподняться углам рта. И лицо стало, опять же, более позитивное в своей эмоциональности. За счет подбородочной области и за счет нижней губы была у пациента как раз скорректирована симметричность. Итак, первая ниточка. Да. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Так, первую ниточку мы проводим для... Как дела, Николай Игоревич? Все хорошо? Сейчас салфетчик у тебя. Фиксируем ткани в заданном положении. Итак, у нас поле абсолютно стерильное. А выключили почему? Мы здесь прокомментируем, чтобы наши пациенты не боялись, что это у нас канюля, да? Да, это канюля. Это канюля, которая позволяет безопасно делать процедуру. Безопасно, это безболезненно. Возможно, есть ощущение, что канюля идет с усилием. Иногда так оно и есть. Но в основном это когда идет речь о неких рубцовых изменениях, которые связаны с акне в юности и, соответственно, по стакне в более зрелом возрасте. Потому что рубцы, они, безусловно, залегают достаточно глубоко в тканях. И касаются они не только кожи, но и располагаются гораздо ниже. Сейчас вот обратите внимание, угол нижней челюсти тоже обязательно я проармирую. То есть я ввожу канюльку. И, собственно говоря, дохожу до угла нижней челюсти и поднимаюсь наверх. Это второй вектор. То есть одной ниточкой мы создали два вектора. А можно сюда столик переставить. И сейчас остаток ниточки у нас пойдет на скуловую зону. А можно в другую канюльку заправили уже. Хорошо. Край нижней челюсти мужской коррекции обязательно нужно, то есть не то, что обязательно, но вот желательно выделять, если мы говорим о брутальности и о некой мужественности черт лица. Потому что мужская коррекция, она еще раз подразумевает яркую геометрию. Всегда. Итак, третье. У нас, смотрите, из одной ниточки получилось три. Сейчас берем следующую ниточку. Начинаем работать дальше. И помним о пожеланиях нашего пациента. Николай Николаевич, все хорошо? Да. Одним из пожеланий нашего пациента было приподнять угол рта. То есть армирующими нитями можно это сделать? Не только лифтинговые нити нужны? Конечно. И армирующими ниточками очень удобно приподнимать уголочек рта и фиксировать его. Коррекция получается весьма долгой. И обратите внимание, что на самом деле, почему приподнимается угол рта в мужской коррекции, это эмоциональность, это позитив, это те самые эмоции, о которых мы говорим, восприятие окружающими людьми нас, нашего характера. Слегка приподнимем. То есть у нас нет задачи его каким-то образом поднимать сильно. Ну это даст некую гривость, да, то, что мы говорили, как раз таки свойственную типажу гамин. Да. Это свойственно типажу гамин. Но более того, я вам могу сказать, что это свойственно любому типажу. Потому что когда любой типаж улыбается, да, вот, и смотрит на себя в зеркало и видит приподнятые уголочки рта, вот, это всегда очень приятно. А я напомню, что у вас было в одной из работ, не помню, то ли романтичный, то ли классический типаж, как раз таки, который, когда улыбается, и когда идут эмоции, как раз таки раскрывается. Я не помню, какой типаж. Это натуральный типаж, да. Натуральный типаж, к примеру, это Жан Поль Вельмандо. Да, вот мы, если посмотрим на его внешность, то, конечно, здесь мы увидим и асимметрию, и диспропорцию, которая присуща его лицу. Но в то же время мы видим, что этот образ, он чрезвычайно гармоничен и очень яркий. Вот. И что нужно в этой ситуации корректировать? То есть, данному типажу, вот, Дина, что, вот, Бельмандо, что-то надо корректировать? Вот, как вы думаете, симметрию там сделать, например. Мне кажется, это же его изюминка как раз, нет? Конечно, да, это его изюминка. То есть, вот, его образ, он как раз красив в своей эмоциональности и в своей некой непропорциональности, но безумной энергетики за счет его потрясающей активной мимики. А, кстати, вот, интересно, а что относится, если брать мужчину, потому что мы же в женщинах драма, это у нас Анжелина Джоли, да, вот такой яркий персонаж. А у мужчин, если брать знаменитых актеров? Ну, тот же Сильвестер Сталлоне, например. А, у него драма как раз, да? Да, 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 это самый такой широкий образ, да, который самый яркий мужской образ. Вот, если мы говорим о мужской коррекции непосредственно. Вот, что-то... Это знаменитых актеров, потому что у женского, я помню, это Одри Хепберн. Да, 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 да. Вот такой яркий персонаж, который, я думаю, всем знаком. А вот у мужчин, кого вы, может быть, назовете, чтобы сразу было понятно? Потому что по актерам, мне кажется, как только говоришь актеры, представляешь, и сразу уже понимаешь, о чем речь. Николай Николаевич, а как вы думаете, из актеров кто мужских? Может быть, вы подскажете? Потому что вы по актерам все знаете. Гамин. Ну, в свое время муж бывший, он жален, он жален. Братбит? Бойцов в структуле. А, Братбит в бойцов в структуле. Потому что у нее был еще Билли Боб тортом, который плохой Санта. Но, я не знаю, это не для его. У меня такой восприятие. Вот, да, да, да. А вы что скажете для Лазинда? Ну, железный человек. Ой, Роберт Дауни младший. Конечно, да. Первая часть. Да, да, первая часть. Да, да, не уставший в последней части. Да, да, да. Ну, знаете, да, он такой реально какой-то, как вечный мальчик. Мальчишка, вечный девушек. Да, да, такой. Вот. И вот, мне кажется, да, вот ты когда вспоминаешь сразу, особенно когда железный человек, сразу все начинают улыбаться. Да, 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 да. Несмотря на ту брутальную струю, опять же, которую он вносит, кинематограф. Да, он больше не назовешь, не знаю, женственным он, он такой, брутальный. Да. Но очень позитивный образ. А еще какие, получается, по типажам актеры? Мы из мужчин, мы не осветили натуральный, романтик и классический, да? Тихонов, да, это больше классический образ, да? Это Штирлиц такой, это человек, который не выделяется в толпе. Безликий. Вот, безликий, да. Это тот образ, который может затеряться. Ну, статный. Ну, статный, конечно, да. Вот. И при нужной коррекции можно привести лицо больше к золотому усечению, к идеальным пропорциям. Вот. Потому что, опять же, очень мне нравится работать с этим типажом. Можно вывести большую мужественность, можно вывести большую женственность. Вот. Соответственно, вот как-то так. А классический? Вот. Это мы про классику говорили. А, про романтичный, романтик, да, у нас еще остался? Ну, романтик, вы знаете, здесь, конечно, можно к образу более, наверное, смешанному. Вот образ Алан Делона. Вот, я бы обратила внимание. Вот, если разбирать его, да, вот это очень, на самом деле, интересный образ. К чему ему можно отнести? Николай Николаевич, вот как вы думаете, классический больше. Да. Почему? Потому что здесь пропорции, здесь симметрия. Но, с другой стороны, здесь есть некая брутальность. Опять же, достаточно выраженный подбородок. Но подбородок, это первая у нас? Ага. Так. Вторая? Следующая. Вот, выраженный подбородок, вот, это признак мужественности. Вот, обратите внимание, у него, несмотря на симметрию в лице, если обратить внимание на лоб, то он достаточно непропорциональный, несимметричный по своей мимике. И у него всегда сведены брови на фотографии. То есть, это признак такой строгости. Да. Если бы он не сводил брови, да, то это был бы классик-классика, совершенно другое выражение. То есть, опять же, работая с препаратами диспорта и создавая мимику, мы должны, опять же, думать, что хочет внести человек. Если он хочет быть несколько строже, то не стоит убирать вот это вот выражение, которое, собственно говоря, мужчинам чрезвычайно идет. Так, Николай Николаевич, еще разочек, носогубные складки, про которые мы с вами говорили. Оп, и подтягиваем. То есть, если мы носогубные складки можем хорошо проработать? Конечно, да. А вам, кстати, как нравится, если мы говорим про сочетание методик, да, нити, ботулинотерапия, комнатная пластика, если мы сейчас носогубные нарабатываем, нравится ли вам вместе работать с филлерами, может быть, что-то заменять? Как вы предпочитаете? Вы знаете, нити – это база, базовая основа имиджевого моделирования. То есть, вот очень часто приходят пациенты с выраженными возрастными изменениями, но, однако, не настолько выраженными, чтобы делать пластическую операцию, вот, действительно, когда ПТОС очень сильный, а относительные показания к пластике, да, и возможность очень хорошая нитевыми методиками исправить ситуацию. И вот, когда приходит пациент, мы видим провисание ткани, безусловно, чтобы, если говорить об имиджевом моделировании, чтобы понять какой-то типаж, нужно ткани подвернуть, правильно? Поднять. Вот, поднять и укрепить. И тогда, Николай Николаевич, другая стороночка. Вот, и тогда мы уже понимаем, собственно говоря, как работать с пациентом. Потому что возраст, к сожалению, вот, и процессы гравитации, они во многом деформируют лицо, да, то есть меняют восприятие. Овал, он провисает, очень часто ловушка субментальной области разрастается. Вот, и овал, он теряет свою четкость. И скулы, скуловые зоны опускаются. Меняется их восприятие по форме, по структуре. Как дела? Хорошо. И, собственно говоря, таким образом утрачивается индивидуальность. Вот, и когда приходит пациент и спрашивает, скажите, пожалуйста, доктор, вот я читала про вашу методику про имиджевое моделирование, чтобы мне хорошо было бы сделать, безусловно, ему отвечаешь. Сначала нужно провести процедуры на улучшение качества тканей, на улучшение структуры тканей, подтянуть лицо, а потом уже делать скульптуру лица. Вот, и в зависимости от того, какие у пациента ткани, там уже подбираешь комплекс мероприятий, которые, безусловно, пациенту необходимы. То есть комплекс мероприятий – это что имеется в виду? Смотришь на сократимость кожи. Если кожа сокращается хорошо, вот с точки зрения врача, ты видишь достаточно неплохой тонус, тургур кожи, то тогда можно сразу назначать нитевые методики, в том числе лифтинговые методики, и будешь знать, что лифтинговые методики. Кожа по лифтинговым нитям хорошо сократится, и складочка угол уха, если мы говорим о петле, она достаточно быстро уйдет. Но если тонус кожи заставляет, ну, как бы, оставляет желать лучшего, в таком случае назначаем аппаратные методики, которые улучшают состояние ткани. Они, например, фрактуру аблетивную, которая делается на все лицо, за счет фрактуры происходит и подтяжка тканей, которые в ряде случаев пациентами оцениваются, ну, всегда оцениваются позитивно, но в ряде случаев. Вот у меня есть пациентка, которая пришла на хирургию, в результате она хирургические методики не стала делать, потому что она попаялась, пришла на косметологию, мы с ней прописали курс процедур, в том числе мы с ней оговаривали процедуру фрактуры, нитевой лифтинг. Она сделала фрактуру, сделала контурную пластику губ и сказала, что, вы знаете, мне настолько все нравится, настолько все устраивает, говорит, я даже не думала, что от операции будет настолько выраженный эффект. То есть, если человек доволен, если он счастлив, то, значит, все было сделано правильно со стороны косметолога, врача эстетической медицины. Итак, и здесь, подвернули уголочек, Николай Николаевич, как дела? Хорошо. Угу, все хорошо. У нас на сайте есть ваш результат, я думаю, что если кто-то из подписчиков захочет посмотреть, как раз-таки по поводу фрактуры, есть потрясающий результат, ваши пациентки, которые были достаточно сильно выражены возрастные изменения вокруг глаз, и там, если я не ошибаюсь, как раз-таки было сочетание фрактуры и нитевого лифтинга, удивительный результат, сравнимый, действительно сравнимый с пластической операцией. Да, да, и результатов, на самом деле, вы знаете, вот таких по фрактуре очень много. То есть, пациенты очень чрезвычайно довольны этой процедурой. Вот, но тем не менее, если мы смотрим, что нужно работать дальше, нужно подтягивать ткани, то в таких случаях мы применяем уже другие методики, в том числе нитевые методики. Нитевые методики лифтинговые или армирующие. Вот. Ткани приводятся в нужную позицию, проходит какое-то определенное время, но обычно на уплотнение ткани уходит от месяца, двух, трех до четырех. И потом уже можно совершенно спокойно приступать к моделированию лица с помощью филеров. Итак, когда я говорила по поводу трех-четырех месяцев, я имела в виду первый результат, потому что, безусловно, здесь должны помнить о том, что основной результат после нитей по улучшению структурных свойств ткани, если мы говорим по рассасывающихся ниточкам, он начинается после трех-четырех месяцев. Вот. И как раз, когда у нас фрактура, это та же методика, она отрабатывает в течение двух месяцев очень интенсивно, но, кроме того, она очень хорошо работает в пламени улучшения и укрепления тканей в течение четырех-шести месяцев после процедуры. И это единственная процедура вообще в мире, и этому есть научные доказательства, то есть существуют статьи научные, где сказано, что при применении этой методики усиливается синтез не только коллагена, но и эластина. То есть кожа становится не только плотной, но она чрезвычайно приятная за счет улучшения своей эластичности. Расскажите, пожалуйста, обещали рассказать по поводу докладов ваших на Невских берегах, конгресс, который буквально на прошлой неделе, если не ошибаюсь, в Сочи проходил. Вы сказали, что у вас там было несколько докладов, они как раз на эту тему были? Ну, это сочетание методик, имиджевое моделирование. Да, один доклад был посвящен мужской коррекции. Как раз к теме. Да, безусловно, потому что мужская коррекция сейчас очень актуальна. Многие пациенты пользуются возможностями эстетической медицины. Ну, вот как я... То есть для чего? Опять же, чтобы выглядеть хорошо. Очень многие пациенты занимаются бизнесом, заключают договоры, и в момент заключения договора, по их словам, должны выглядеть хорошо. Вот, особенно, вот, ну, любые, так скажем, любой возраст, но особенно, если мы говорим о уже достаточно большой возрастной категории. Вот. То есть это тоже придает уверенность, как я понимаю, опять же, из разговоров, партнерам, что человек может использовать, исполнить свои обязательства, что он здоров, что он занимается собой, что он хорошо выглядит. Кстати, в моменте, в жизни действительно, что успешный человек не может позволить себе какие-то, скажем так, эстетические недостатки. У них это возведено в культ, и не только в женщинами, и мужчинами тоже. На самом деле, мне кажется, это очень хорошо, если к нам приходят постепенно в Россию, только со стороны женщин, мне кажется, мы будем только рады, потому что нас будут окружать красивые, молодые, подтянутые мужчины. Да, полностью согласна. Это намек мужчинам, где нас смотрят. Да, полностью согласна. Ну, вот я хочу привести свой опыт, может быть, так поделиться им. Лет 10 назад я была в Штатах на конференции по эстетической медицине. По эстетической медицине. Безусловно, ухоженность врачей их тогда очень впечатлила, потому что в то время наши еще мужчины меньше собой занимались. Но вот, честно говоря, опять же, вспоминая тот период, ту самую поездку, вот, и делая, ассоциируясь с настоящим временем, я могу сказать, что наши мужчины во многом, многие дадут фору. Вот, потому что, конечно, это что касается манеры держать себя, что касается внешности, что касается преподносить себя, что касается одежды, то есть все вместе. Появились новые возможности, и, безусловно, люди активно их используют. Вот. А второй доклад, чему был посвящен на Конгрессе? Значит, что касается еще второго доклада, это тема была имиджевого моделирования. Вышли две мои статьи по поводу классификации имиджевого моделирования в косметологии, то есть по системе стилевых типажей. Это раз. И второй момент. Вышла статья, посвященная драматическому образу. Вот. И имиджевое моделирование, то есть пропорции и черты лица, сейчас, безусловно, пользуются интересом очень большим среди профессионалов, среди косметологов. Опять же, почему? Потому что, когда пациент приходит к доктору, важно очень подобрать ему правильный образ. А через систему готового образного решения, безусловно, это сделать намного-намного-намного проще. Почему? Потому что каждый из нас, нам кто-то нравится больше, кто-то нравится меньше. У каждого из нас абсолютно свои предпочтения. Но каждый доктор, являясь профессионалом, он должен работать прежде всего с позиции усилить, улучшить качество жизни своего пациента и слышать его потребности. Вот, к примеру, доктору нравятся большие яркие скулы у людей. И он своим пациентам, в основной своей массе, всем делает большие скулы яркие. Знакомое действие. Конечно. Или очень небольшие губы. Пациент, когда приходит, они говорят, у моей подружки губы такие же, у подружки-подружки губы такие же, у меня такие же, и у косметолога самого такие же. А у губы получается? Да, получается отсутствие, опять же, индивидуальности. И вот если четко понимать, что форма и пропорции любой части лица взаимосвязаны, и образы, на самом деле, их гораздо больше пяти, так скажем, и многие относятся к смешанному типажу, но вот выделить вот этот основной образ из смешанного, которому хочет соответствовать пациент, и в котором он будет выглядеть и чувствовать себя комфортно, либо замаскировать тот образ, который ему не нравится, да, вот в смешанном типаже, либо в виде яркого представителя того или иного стилевого типажа уже работать в соответствии со стилем, если человек не хочет меняться. Это чрезвычайно важно, и это, так скажем, обеспечивает успешность работы врача, которая и оценивается степенью удовлетворенности пациента. Да, мне кажется, сейчас... И сейчас, как я понимаю, в принципе, я знаю, что доклады были очень успешные среди ваших коллег, так что, в принципе, можем надеяться, что ваши коллеги тоже понесут, как бы, скажем так, ту идею, которая у вас сформировалась, с которой вы делитесь, именно и как-то будут по всей России действительно немножко по-другому подходить, а не к штампованным лицам. Да. Спасибо, что не только разрабатываете, что и учите, учите косметологов, потому что, мне кажется, это очень важно, и важно, что вы делитесь своими знаниями, а не просто, скажем так, разработали и сохраняете только для себя, а делитесь, это важно. Спасибо большое, Диана Атинова. Все, да. У нас все? Спасибо большое. Процедура закончена. Николай Николаевич, как ваше самочувствие? Все хорошо, необычное ощущение. Да. Подтянутости. Не тянет. Чувство наполненности изнутри идет. Оно сохраняется или пропрепотится через какое-то время? Чувство наполненности, оно связано и непосредственно… В хорошем смысле слова. Чувство наполненности. Ну да, да. С постановкой самой нити, но также с ультракаином, который еще продолжает работать. Николай Николаевич, вы прекрасны. Носогубки поднялись. Здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...